Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли. Невероятная тема для молодых девчонок и немолодых девчонок. Но очень актуальная тема. Мы хотим сегодня поставить ее в подкаст. Вот просто девчонки, держитесь зубами. Сейчас дадим расклад. Слушайте. Так, надо громче только сделать. Что мужчина хочет? Что тут надо сделать, чтобы мужчина понимала? им восхищаются поставить этого мужа любимого в своей жизни на первое место мужчина хочет быть вашей жизни на первом месте он не желает быть необходимостью не желает быть удобством не желает быть я не знаю какой-то шахфронтной фигурой которую вы двигаете сопровождением социальным лифтом пропуском в мир в каком-то и тому подобное он даже не хочет быть просто сексуальным партнером хочешь только восхищаюсь посещаем тот стоит в твоём лично мире на твоем личном постаме региона твоем личном мире на первом месте в твоем мире остановлю и вот смотрите мужчины сейчас очень активно пересылают этот ролик Forward смотрите какую мудрость вот этот чувак говорить вот этот чувак кстати говорит такую мудрость мужчины надо восхищаться и тогда женщина будет иметь этого мужчину и будет его женой бога она в своем личном мире ставит его на пьедестал и восхищается им так вот милые девушки и себя лично милые девушки вот если вы так поступите то вы получите со временем агрессора вы со временем получите развод унижение деспотизм и так далее это правило образование деспотизма в семье как только мужчиной женщина восхищается незаслуженно это не значит что нельзя восхищаться мужчины восхищать восхищаться мужчины можно и нужно но поступки когда он этого заслужил мужчина построил дом выразили восхищение мужчина заработал выразили восхищение помог принес цветы поддержал поцеловал проявил чувства неважно за что вы видите проявление мужчины он проявился как мужчина вы выразили восхищение то есть мужчина проявился заслужил не проявился и вы начали восхищаться в надежде что я сейчас им восхищаюсь и это будет залог его проявления вы рождаете деспота деспота который бажа потом и задушит раздутого деспота который до потом будет требовать именно и задушит вас да потому что он привык он уже привык за это время получать пьедестал быть всегда на пьедестале все более того ему не надо тогда стремиться где-то в бизнесе на производстве еще к чему-то к восхищению у него есть жена которая уже поставила его на пьедестал и молится и все сделала он лежит просто на диванчике она все сделала потому что бог хозяин и жить и все и это залог несчастья точно так же как господин сатья учит женщин не работать он говорит надо удачно выйти замуж вот удачно это значит поставь бога на пьедестал и молись и возноси его а за это он тебе денежку принесет и за эту денежку ты будешь там пытаться просодержать своих детей хорошо если он действительно тебе денежку принесет а если это будет деревяшечка или еще что-нибудь вывеск а как правило вот именно когда ты восхищаешься просто не заслуженно то это потому что это муж потому что это просто мужчина то что это член да потому что это член организация иди sign red как правило это денежка будет уменьшаться уменьшаться нужно ему не надо шевелиться ему не надо стремиться он все получает восхищение он на пьедестали. И просто будет идти деградация, уменьшение, уменьшение. Мало того, женщина начнет сама зарабатывать, сама в дюбочке нести. Да, и содержать. Хозяину, барину, да, нести, содержать, а он будет распоряжаться этим. Распоряжаться куда и что, и запрещать этой же женщине какие-то ее желания, за ее же деньги заработанные, он будет запрещать их реализовывать. Потому что он хозяин, он считает, что этого не надо. Он будет лежать на диване и распоряжаться. Более того, смотрите, если еще при этом женщина не пойдет работать, оденет длинную юбку и скажет, я же за мужчиной, я же за мужем. Да, если еще не пойдет работать. И дальше, и дальше они оба камнем идут на дно. Ну зачем двигаться? Ну вдвоем полежим. А уже лежать так лежать, бутылочку можно добавить. Вот это, ребята, что начнутся драки. И начинается драка алкогольных. Но вы на дне, вы два камня, упавшие на дно. И это все по одной рекомендации. Не следуй своему интересу, не будь самой собой. В свой внутренний мир поставь чужой пьедестал. Поставь хозяин. В принципе, точно так же религия ставит Бога, да? Иисуса Христа. Ну распяла, поставила. И в твоем внутреннем мире распятый человек 2000 лет назад, и ты еще причастился к убийству. Сказал, да, я тоже его убивал. И все прекрасно. И твой внутренний мир заполнен информацией о том, что ты преступник, и там чужой персонаж висит у тебя на пьедестале. Подожди, но если ты Бог, это твое пространство личное, это твой внутренний мир, твой личный мир. И если ты просыпаешься, как Бог, то наведи там порядок. Там на пьедестале авторитетом должен быть ты. И вы, милые девушки, должны быть авторитетами для самих себя. Вы, милые девушки, должны следовать своему интересу. И ваш интерес должен быть не в деньгах, а в том, что вам кайфово проявить, реализовать, раскрыть. Вы пришли в рай как-то проявиться. Как вы будете здесь проявляться? Здесь достаток, здесь всего достаточно. Здесь недостаточно только вашего проявления. И если вы в качестве проявления выбираете поставить на пьедестал какого-то мужика и молиться ему, или на пьедестал поставить чужие интересы и продаться за них, ну, это ваше право, это ваш выбор. Вы получаете разрушение своего личного мира. А когда рушится ваш личный мир, вы получаете боль, болезни. И потом, а с чего это я болею? Я же вроде дома сижу, за ребенком смотрю, не нервничаю, на работу не езжу, мужу молюсь. А с чего это у меня? Почки ломит, хвост отваливается и все подряд. Откуда это? А ой, по женской линии так страдаю. Я на мужа молюсь, а у меня вылетели матка с яичниками. Ну, а как может быть иначе? Потому что ты же на пьедестал поставила член. А себя подавила. Значит, тебе не нужна матка. У тебя член. Понимаете? Внутри твоего мира стоит член. Да, в твоем мире стоит член. Тебе уже матка не нужна. Можно отказываться. Уже все, эндометриозы, яичники полетели, целой партии полетели. Только на этом проявлении. Только на этом проявлении. И сейчас, на самом деле, так активно вот это продвигается. Вот это... Разрушение женщины. Разрушение. То есть подавление. Женщина сама себя подавляет и идет разрушение, да? А мужчина – это что-то идол. Это нечто то, что страшнее атомной войны потерять. Мужчину, да? И на этом идет такой сейчас перекос. Просто перекос. Настолько, что у мужчин просто снижает крыша. В чистом виде. И она проявляется вот этим сумасшествием у мужчин, когда он раздутый эго, такой хозяин, и он раздает, и все женщины за ним, и женщины бегают. Мне ж надо мужчину найти, устрадает. Да? И идет просто, просто деградация женщин. А ведь если женщина деградирует, это ведь жизнь. Женщина – это жизнь. Это потомство больное. Это все. А если потомство больное, то к чему идем? К разрушению. Ну, очевидно же. Просто вот эти перекосы – это болезнь. Перекосов не может быть. Если есть любовь, вот это нет любви. Если есть любовь, то здесь идет именно чувство. Когда ты чувствуешь, что мужчина чувствует, что женщина чувствует. Где-то, где-то уступили, где-то проявились. И каждый, кто-то занимается, то есть мужчина занимается своим делом, женщина своим. Но если вдруг, образно сейчас скажу, мужчина заболел, женщина может и его работу выполнить. Если, например, женщина заболела, мужчина может выполнить, но не говорит, посуду умыть – это не барское дело, не мужское. Ну, я образно, да? А вот чувство, когда вот это вот компаньонство, это вот сто на сто, когда ты чувствуешь, и вот оно дышит, дышит, дышит. А когда идет твердо, я сказал, я хозяин, а женщина, да, подавляет себя. Это же Бог, потерять Которого. Так страшно, я же завишу от Него. У меня же дети, а кто ж меня возьмет с детьми, с моими больше. А мужики говорят, да я любую проститутку там на трассе сниму, удовлетворюсь. Женщина обесценивает себя, естественно, мужчина обесценит втройне, в десятерне ее. Растопчет он же, Бог, у него член. Да засунь ты свой член. Себе между ног. Как в Саиланде. Насунь и ходи. Женщины, услышьте, девочки, девушки, услышьте это. Просто надо вот эту вот заразу, эту болезнь, надо убрать. Вот этот страх потери члена, мужика. Убрать вот этот, что начните развиваться, начните заниматься своим миром сами. Станьте хозяевами своего внутреннего мира сами. Не надо туда ставить хозяина себе. А знаете, что надо, чтобы ваша семья была счастливой? Надо всего лишь быть благодарным. Да. Сперва самой себе. Научиться благодарить саму себя. Вот то, что мы делали вчера в погружении, еще мы начали с благодарности. Те люди, которые присоединились вот на нашем канале на ютубе вчера к практике, пожалуйста, вы можете ее посмотреть в видеозаписи, вы можете присоединиться к следующей. Человек начинает благодарность с себя, со своего тела, со своей жизнью. И человек, выходя в благодарность к себе, в какой-то момент осознает благодарность к своему мужчине, потому что он приходит к своему мужу. Мужчине мне не нравится это слово, потому что это значит слабый мужик не захотел узаконить отношения. Так вот, если муж, женщина осознает, что она благодарна мужу за то, что он приходит в дом, за то, что он ей подарил красивых детей, за то, что он рядом с ней, за то, что он обнимает ее, целует ее, за то, что они вместе, за то, что они могут иметь общие интересы. Идет искренняя благодарность. И вот этой благодарностью наполняется поле семьи, наполняется дом. Вот на этой благодарности вырастает здоровье и женщины, и мужчины. Тогда не надо, чтобы у нее матка отваливалась или у него член хромал. Вот на этом начинается, вот оно почва для того, чтобы там посадить, посеять здоровое потомство. Это начало жизни в счастье. Благодарность. Единственное, это единственное, которое надо осознать. Благодарность, это внутри благодарность. Это не я молюсь и благодарю тебя. Это чувство благодарности, да. Разбиваю лоб, как египтянин, это не падение, благодарю тебя. Если вот такое падение, то это опять хозяин. А это внутренняя благодарность. Искренняя благодарность. Это чувство, чувство, это жизнь живое. Вот она волна, живая волна, когда ты чувствуешь. И когда ты искренне чувствуешь благодарность к своему спутнику, когда ты искренне наполнен этим, то у тебя дом наполняется этим. Твой круг общения наполняется этим У тебя искренность появляется У тебя завершаются больные игры Страдальческие сюжеты Служения, раболепие Вот этот вот момент То, что называется благодарностью Но с разбитым, как у египтянина На Рамадан лбом Это не благодарность, это служение называется А именно само чувство Вот это вау Мне кайфово, что этот человек рядом со мной С ним общий интерес Даже наши дети являются нашим общим интересом И тогда проявляется и любовь проявляется И ласка, и забота друг о друге И пошли другие состояния Но это состояния созидательные А не разрушительные Уходит агрессия, уходит вина, обида, претензии И так далее Уходит свекрови с тещами Которая становится ненужной в этих отношениях Все отваливается на благодарности На искренней благодарности Кстати, вот те, кто с нами вчера работал Уже вчера вечером Была обратная связь Что прямо после работы с нами Люди смогли поговорить нормально Со своими детьми И в обратную сторону Со своими родителями И там, где были претензии Люди смогли друг друга почувствовать И сказать друг другу спасибо Что ты есть искренне Понимаете? Вот так жизнь меняется Жизнь меняется, когда вы выходите в благодарность Не в свой внутренний мир На пьедестал ставите идола А иногда тупого В большинстве случаев тупого Так это Деревяшку, блин Да он всегда тупой Даже дерево А вы выходите в благодарность К живому человеку Они к деревяшке И вы позволяете проявлять себе Ему чувства И тогда же жизнь другая будет Вот тогда счастье приходит Почувствуйте разницу Но все это начинается с себя Благодарность Конечно Потому что вообще благодарность Можно найти даже вот в этом больном перекосе В котором То есть во всем благодарность Можно найти Но суть именно Вот в этом перекосе О чем вот даже То, что мы сейчас говорили в начале Что мужчина подавляет Он хозяин А женщина А женщина себя подавляет Но ведь о чем Это ведь говорит Если ты умеешь видеть О том, что мы Благодаря этому Женщины мы Можем увидеть Что мы Мы сами себя подавили Благодаря вот этому Да То есть тому, что мужчина нам показывает Подавление То есть он хозяин наш И мы можем видеть Вот это Это благодарность На самом деле Благодарность Вот этому идолу Что он показал Что я предала себя Я в себя Отказалась От себя Да, отказалась Я в себя Я себе назначила хозяина Вот давайте так То есть И вот смотрите Как благодарность Она всегда Всегда есть В любой ситуации Найти благодарность Но суть Чтобы эту благодарность Не вынести Из себя же И упасть Ой, спасибо Ты мне хозяин показал Теперь я Развернусь Теперь я могу Там осознавать Нет Ты просто внутри Осознаешь благодарность И принимаешь Сам решение Ты начинаешь Благодарить себя Любить свою жизнь Заниматься своей жизнью Потому что это твоя жизнь Это твой интерес Это твоя ответственность Это твоя ответственность И здесь хозяев Не бывает Здесь твой мир И ты в этом мире Сам себе хозяин Но при этом Получается Два здоровых мира Тогда встречаются И вот тогда Начинаются Вот эти чувства Настоящие Потому что у женщины Заложено внутри Заложено Вот самой природы Подчиниться Подавиться Только ради того Чтобы жизнь была Чтобы продлить жизнь Чтобы продлить жизнь Но Это же Моментное такое Да То есть Это как Вот я говорю Чуть-чуть Так раз Волна такая вниз То есть Подавить себя Чтобы жизнь была То есть Где-то уступить Но это не значит Что постоянно Уступать 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 Это разрушение Это все Вот То есть Это все чувствовать Когда ты Чувствуешь Осознаешь Благодарность Чувствуешь Чувствуешь Любовь И ты живешь В равновесии Всегда Ты дышишь Ты в унисон Дышишь Да Вот это об этом Но не унижая себя Не возводя Кого-то на пьедестал Вот это Когда Сто на сто Не половинка Нашла половинку Да А это Сто на сто А смотрите Давайте расширим Контур Если посмотрим Что происходит Если взять Модель сати В жизни Да Выгодная модель Для мужиков Она выгодна Не только Для мужиков Типа сати Она выгодна На других контурах Государственном В том числе Давайте чуть-чуть Расширим контур Вот семья Маленький контур Мужчина Стал на пьедестал И женщина Уже Аллах Акбар Ему молится И она сама себе Не авторитет А давайте точно так же Вынесем контур Религия Вот она поставила Точно так же Идола И точно так же Люди Бах-бах-бах Лбом Молятся Шире Возьмите Афганистан Пакистан Туркменистан Поставили На пьедестал Мужика А женщины Пум-пум-пум Лбом Молятся Что это напоминает Когда из человека Надо вынести Авторитета Когда нужна власть Когда надо управление Когда надо сектование Когда надо Чтобы образовалось Стадо овец Тупых Тупых И вот смотрите Милые дамы Вы по разным контурам Пройдите и посмотрите По подобию Все одинаково работает Вы овец В овец будете превращаться Начиная с семьи Вы будете Детей Растить Овцами Или Все-таки Вы дадите Им шанс Вырасти Богами Если вы Не думаете О себе Подумайте О своем Потомстве У вас же Наверняка Есть дочери Сыновья Сыновья Будут выбирать Себе жену По подобию Матери Особенно Старшие сыновья Они будут Смотреть Да и не только Старшие Мальчики Ориентируются На мать Как образ В дальнейшем Жены В целой семье А девочки На отца И вот смотрите Какой вы тогда Шанс Даете своим детям Быть Свободными Счастливыми Успешными Наполненными Любовью И радостью Есть ли Хотя бы Какой-то Процент Счастья В том Что вы Дадите им Заложите в них Если вы Примете Модель Сатьи С выставлением Мужчины На пьедестал Незаслуженным Выставлением Ну Сатья Кстати Показал же себя Очень хорошо Когда он Женщине С сумкой По-моему Сумкой Похолодил Все очень наглядно Я хозяин Вот Вот такую модель Вы тогда Детям своим И подарите А это Счастье И только Вы сейчас Определяете Ваши дети И внуки Будут жить В счастье И вы им Сейчас подарите Счастливую модель Или вы им Сейчас Подарите Болезнь Которую Ту ошибку Которую придется Исправлять На уровне Детей Внуков И дальше У вас У вас есть шанс Эту ошибку Закрыть Сейчас И действительно Выйти в благодарность Каждому члену Своей семьи Не только Члену Мужа А вот Члену Он дал детей Что дал детей Вы можете Ко всему Выйти В благодарность Искреннюю Действительно Состояние Благодарности И счастья И посеять Действительно Любовь И счастье В вашем доме Но тогда Вам надо Вспомнить Что на вашем Пьедестале В вашем Внутреннем мире Должны стоять Вы И вы Этот мир Должны Чувствовать Через призму Себя И выстраивать Через призму Себя И для себя И для себя Находить там И любовь И счастье И благодарность И все остальное И если вы Действительно Будете солнцем В своем мире То ваш мир Будет здоровый И счастливый А если вы Будете рабой В своем мире То ваш мир Будет рабов Да И вообще Только женщина Может исцелить Всю жизнь То есть Сделать ее здоровой Либо сделать ее больной Только женщина Не мужчина Именно женщина Дает жизнь Именно женщина Растит детей Все зависит Именно от интеллекта Женщины От ее уровня Развития Уровня сознания Ее Мудрости женской Только женщина Может Вернуть Здоровье Миру Миру Это Семье Детям Мужу Только женщина Но Это Сила женская Которая должна Проявиться Бесстрашно И на самом деле Это сила Кажется сумасшествием Или ты разрушаешь Ты разрушительница Нет Это Как раз таки Только женщина Может через Разрушение Да Именно через Разрушение Вернуть Создать новую Наверное Новую жизнь Здоровую жизнь Или же Новую Либо же Вернуть Здоровую Больной Вот так У вас есть Выбор Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...